Глава шестая. Рыцарь. Возле замка Мон-Лери и одноименной деревни получилось жаркое дело. Да и день выдался жаркий, точнее обещал быть таковым, ибо солнце только начало свой бег. Было около 7 утра 16 дня июля 1465 года. Бургундская армия разместилась на постой возле деревни Лон-Джумо в полулиге к северу от Мон-Лери. Авангард же графа Сен-Поля выдвинулся вперед, не доходя шагов 700 до деревни, где и разбили лагерь. По левую руку ползла на юг дорога, по которой и ожидалось прибытие королевской армии. Возле дороги раскинулась деревня, а позади нее выселся замок, чей донжон был виден от самого Лон-Джумо и даже дальше. За замком темнел лес Торфу, под сводами которого скрывалась дорога. Антуан Бургундский поделился вечером с графом Андольфом Клевским, германским сеньором из Равенштайна. Ади, по-дружески он звал его именно так, нам здорово повезло, что замок такой мелкий. Туда при всем желании не добьется и четверть королевских парней, даже если они будут укладываться штабелями. «Хотел бы я посмотреть, как королевские парни укладываются куда-то штабелями», – проворчал Равенштайн, рассматривая из-под ладони вечереющий горизонт. Сзади появился Филипп Декумин, сеньор Ренескюр, который со всей горячности юности встрял в разговор испытанных воинов. «Если мне только будет дозволено, при всем уважении к вашему положению и добрости, но мне кажется, что прямо завтра мы с вами плечом к плечу будем укладывать их на земь, и именно штабелями». Испытанные воины засмеялись, а, пожалуй, что и заржали. Германец облапил юнца за плечо, так что тот едва устоял на ногах, сказав, «Да-да, молодой человек, непременно будем, именно штабелями». Антуан же посоветовал всем отправляться спать, что и было исполнено. Бургундский лагерь засыпал, и лишь часовые пугали ночную тишину. Впереди же за Воденбургом авангарда нес раннюю службу Филипп де Лален со своими лучниками. Пала непроглядная французская ночь, превратив сцепленные повозки в единый черный монолит, окружавший войсковые палатки и шатры рыцарей. Чистое небо без единого облака пробили тысячи сияющих звезд, а на небе их слабым отражением колебались огоньки в артиллерийских фонарях у кулеврин до решетчатой жаровни часовых. Филипп только что завершил обход и вернулся туда, откуда начал, к южным воротам лагеря, где стоял, завернувшись в плащ Уго де Ламье с парой лучников. Тут же нашелся любезный приятель Жерар де Сульмон, который, оказывается, допрашивал старого фрица с пристрастием. «Нет, ну вот скажи, Уго!» «Я Гуго!» «Да какая разница!» «Ты скажи, эта война тебе кажется справедливой?» «Мне Филиппов батюшка платит неплохие деньги!» «На стороне герцога, так что я за герцога!» «Какая тут к дьяволу справедливость!» «Ну...» Жерар замялся от такой приземленности. «Тебе не кажется, что король слишком много себе позволяет, и ему нужен хороший укорот?» «Ха! Ха! Хороший укорот! Знаешь, у кого? У жидов, когда им делают обрезание. Обрезали удачно, значит, хороший. А отхватили чего лишнего? Плохой!» Попробовал осутиться де Ламье. Тут до них добрался Филипп, которому тоже было не без интереса, за что это мы воюем. То есть, для себя-то он все давно и сразу определил, но инструмент познания требовал шлифовки. «Что это за упаднические речи на посту?» Молодой рыцарь картинно уложил руку поверх эфеса меча. «Мне твой друг все плешь прогрыз. Уговани его!» Наябничал Уго, невежливо ткнув пальцем в затянутый бархатом живот Жерара. «Право, старый товарищ, мне тоже любопытно. Прав король или нет? Как по-твоему?» Спросил Филипп. «Выдрать бы вас, малолеток!» Мечтательно сказала темнота под саладом. «Да поздно. Драть вас надо было, пока поперек скамейки помещались. А нынче и вдоль не уложишь». «Эй, ну вы не заткнетесь!» Раздался сиплый с просонью голос от орудийного лафета, где пытались дрыхнуть пушкари, не разглядевшие в темноте богатый плюмаш на шлеме дела Лена. «Поговори мне!» «Это тебе не шлюхина мандовошка, а сеньор Шамбелан, начальник первой стражи!» Из-за лафета ответили в том духе, что прощения просим, не признали. А де Ламье, притушив голос на Тритона, повернулся к молодым людям. «Если хотите знать мое разумение, то король всегда прав, или это не король, а дерьмо!» «Вот и как!» – удивился шепотом Жерар. «А отчего тогда наш божий помазанник попирает старое право? Он на него сколько недовольных поднялось. Такое терпеть нельзя, честь не позволяет, да и грех сносить подобного сумасброда». «Помазанник? Ха-ха! Грех! Ха-ха-ха!» Угоза смеялся. «Бог и тебя помажет, если ты ради государства сам простишь себе все грехи, какие только бывают, и будешь действовать из этого. Все, что хорошо для государства, хорошо. Но уж если начал, не сворачивай». «Мы ведь побьем в луа!» – уверенно перебил Филипп. «И наш герцог станет королем. А Бургундия – королевством. Это разве не благо? И не прав ли тогда наследник? Исходя из твоих мыслей, выходит, что прав. Он же действует во благо государства, только нашего, а не Франции». Уго, извлек из-под плаща внушительный кулак в перчатке. «Это Франция!» – оттопырил большой палец. «А это Бургундия. Что лучше, целый кулак или один палец? Если ковырять в заднице, безусловно, лучше палец. Для всего остального – кулак. Так, понятно?» «Но если Карл станет королем, он тоже сможет собрать земли вместе», – заверил Жерар. «Гончая собака, даже сытая, сможет не захотеть додрать кролика?» «Не сможет, потому что собака – хищник. И граф ваш наследный – хищник. Одному пообещал ту землю, другому, вторую, третьему – жезл канитабля. И что?» «Вот наваляем мы ребятам луи. Что будет? А я скажу, что все получат в зубы по своему куску и разбегутся, довольные, как обожравшиеся свиньи. И с чем останется Бургундия? С носом. В луа земли гребет под себя, и в этом его сила. Поведение, конечно, скотское, но так на то он и король, и король хороший, правильный. Потому что потом он передавит поодиночке всех нынешних лизоблюдов, что на него тявкают. Вот не могу я вас понять, все говорите по-французски, все добрые католики, живете на одной земле, и все чего-то делите, делите, делите. А зачем? Все равно больше, чем можешь сожрать, внутри не уместится. Так зачем тогда? Англичане вас полтораста лет учили, я еще пацаненок был, когда Генрих англичанин короновался в Реймсе. Так нет, выкинули островитян, и опять за свое. Ну уж, оскорбился Филипп, можно подумать, что Германская империя лучше. Хуже, сказал Уго. Гораздо хуже, потому что император наш дерьмо. И цена его дела не дороже кошачьего дерьма, и никакой надежды. Бедная Германия не нашлось у нее своего Людовика. Вот увидите, переживем завтрашний день, и пяти лет не пройдет, как король сворочит шеи всем этим мелким выскочкам. И сломает зубо Бургундию, парировал Жерар. Да, с герцогом ему придется не сладко, согласился Деломье. Давайте постараемся пережить завтрашний день, ты прав, Уго, сказал внезапно задумчивый Филипп. Я Гуго, поправил Деломье. Пережить шестнадцатый день июля им только предстояло, и еще много кому. Когда солнце раскрасило восток, в сонный лагерь ворвался перестук копыт и грохот у южных ворот, сопровождаемый криками. Оттворите именем Карла Бургунского! На дороге в лесу королевская армия играет тревогу, французы! Это был дальний разъезд, вовремя заприметивший врага. Сладкий воздух вспороли трубы и горны, рассыпалась барабанная дробь. В шатрах и палатках слышалась возня, аж ткань стенок ходила волнами. Тысячи людей вскакивали, распинывали товарищей, надевали доспехи, хватали оружие. У коновязи ржали лошади, звериной своей мудростью, чуя скорую кровь. Возле центрального шатра из роскошной парчи слышалась громогласная брань. Там пажи облачали в латы главнокомандующего, графа Сенполя. Он покрикивал на них, ибо в спешке они то слишком туго затягивали ремни, то ухитрялись защемить тело сталью, даже многослойный шелковый дублет не спасал. Граф шипел, плевался и сходил дурным потом, одновременно отдавая команды. — Деколье, хватай своих мизераблей, кто почище, и скачите в лагерь Карла. Пусть выдвигается к нам на выручку. — Но, сир, вы же сами говорили, что мы должны отойти к основным силам, как только заметим французов, — попытался возразить бравый усач, затянутый в бордовую бригандину с барбютом на голове. Надо думать тот самый Деколье. — Заткнись и выполняй, — рыкнул граф. — Как только заметим, дьявол. — Проспали, проспали в луа, не успеем свернуть в Эгенбург. — Скачи, передай, что мы принимаем бой. — Ай, сволочи, что вы делаете, я ж дышать не могу. — Задавите, сукины дети, задавите. Он нападал локтем по загривку пажу, что возился с керасой. Впрочем, исключительно со зла. Любовь к жирной пище сообщили телу графа несколько лишних фунтов, выпиравшие теперь из самых неожиданных мест. И было тех фунтов, пожалуй, двадцать. Молодой, стройный и со всех сторон красивый Делален таких трудностей не испытывал. Миланская бригандина, крытая темно-синим бархатом, замкнулась поверх стеганого жака, а паш застегнул ее на груди, которая немедля засияла тысячи золоченых заклепок. — Ты, Пьер, просто находка. — похвалил слугу Филипп, разглядывая три аккуратно заштопанных разреза. Память о мужицком фальшиване под Парижем. — Стараюсь, вашество. Парень даже раскраснелся. — Чего там? Взял иголку да заштопал, но вроде и не видать ничего, как новая. Паша заметно нервничал. Ему предстояла опасная работа — приглядывать за господином, подвозить новые копья взамен сломанных, а в случае с чего вытаскивать его на себе из сечи. А там ведь не сильно разбирают, кто ты есть. Рыцарь в латах или паш в набивном дублете зашибут за милую душу. Стрелы же, что густо полетят с обеих сторон, тем и вовсе все равно. — Дуралей! — Недовольно сказал Лугок, которого облачали тут же перед шатром. — Зачем поножи не надел? — А, за тем, что граф все равно всех спешит на английский манер. Ответил за Филиппа Жерар, уже вполне снаряженный. Не хватало лишь шлема и перчаток. — А в поножах бегать маятно. — И ты тоже дуралей. — Маятно не в поножах бегать, а потом всю жизнь ходить на костыле, когда ногу отрубят. А то и обе не приведи, господи. Деламье глядел натурально бравым вояка из старых времен, когда тысячи латников сшибались на полях Франции чуть не каждый год. До глаз в миланских доспехах, на груди составная кераса, чиненная-перечиненная, на голове салат, который он именовал на германский манер шаллером. Даже стопы он не пленился замкнуть в латные башмаки, и теперь слуга Йоган пристегивал к ним шпоры. Угу глянул за краем шатра, через телегу Вагенбурга. Вдали у лесной кромки уже сверкало, переливалось отраженным светом солнце королевское воинство. «Ну что, парень, все утерли сопли?» обратился он к Филиппу, дабы не ронять авторитет шепотом. «Тогда хватит мять пипиську, выводи людей!» «И правда, пора». «Знамена» уже реяли перед южным фасом Вагенбурга, чтобы обозначить места в построении. Подали коней. Делаленов отряд, три жандарма, три кутелье, три арбалетчика на конях и три пажа. Всего дюжина молодцов были весьма представительны. А как же? Девять бойцов и три слуги, снаряженных выше всяких похвал. Если прибавить Джерара с его двумя оруженосцами, а куда ж без этого? Получилась добрая кавалькада. Горцуя по лагерю во главе с двойной шеренги, Филипп ощущал себя по меньшей мере с цепионом африканским и Карлом Великим одновременно. Правую руку отягчало копье, упертое в стреме, явился в утреннем воздухе славный прапор Делаленов. Однако в поле гордость куда-то провалилась, уступив место сперва неуверенности, а потом натуральному страху. До пота на ладонях и спине. Если пот еще можно было списать на жаркие доспехи, то холодный ком в животе, ровно как и мурашки по шее, духотой никак не объяснялись. Уж очень внушительно выглядела сверкающая сталью змея, что раскинулась на той стороне за ненадежные прикрады колосьев, поднимавшихся над полем чуть не по грудь. Баталия Сенполя, кажется, не шла ни в какое сравнение с этой могучей силой, а ведь это еще не вся королевская рать. Это он знал совершенно точно, ибо был достаточно разумен, чтобы понимать, что за высокими хлебами обозревает лишь конных. Пехота была до поры не видна. Что совсем плохо, не видел он и подкреплений, баталии наследника и великого бастарда. Они все еще не подошли. Или подошли, да не видно их за Ваденбургом. Неизвестность обратилась пыткой. Филипп аж извертелся в седле, силясь высмотреть, что происходит за преградой шатров и телег в тылу. Копье, серич отряд молодого рыцаря, стоял на левом фланге баталии, так что лагерь начисто скрывал перспективу на дорогу и деревню Лон-Джумо, откуда и ожидался подход основных сил. Зато враг был виден во всей смертоносной красе, так что недавнее бахвальство из головы повыветрилось. Между тем, обтекая баталию, вперед вышла пехота. Из лагеря уже катились в упряжках четыре кулеврины. Со своего высокого седла Филипп вдруг увидел, как на противостоящем фланге королевского войска произошло движение. Вереница копий заколебалась, поплыли неразличимые команды и запели трубы. Огромный слиток железа с лязгом поворачивал в сторону домов Мон-Лери, что стояло по правую руку от графского отряда. Улго привстал на стременах, оглядывая поле. Какого же дьявола? Что? Что такое? Заполошный не спросил, а пискнул. Жерар. Ума большого, проворчал в ответ жандарм в шеренге. Королевское войско не построено, еще не все собрались. Видишь, какие дыры под знаменами, а эти уже куда-то лезут. Соображаешь, похвалил Уго. Соображал не только жандарм, и не только Филипп был такой глазастый. Граф де Сан-Поль, стоявший, как положено, в центре баталии под флагом Энсенем, ткнул рукавицы в сторону врага и сказал, обращаясь к Адольфу Клевскому, посмотрите, каковы подлецы. Подлецы или нет, но если они засядут в деревне, прямо за нашим флангом будет беда. Оттуда простреливаются все подходы к тушке в Луа, мимо не проскочишь. Да и атаковать нам в спину оттуда куда как удобно. Нельзя их вот так отпускать, ответил Равенштайн и добавил, мессир. Все-таки Сан-Поль главнокомандующей лиги, а не просто так, поэтому мессир. Адольф и не был высокого мнения о его военных талантах, справедливо полагая, что талант к рвачеству их сильно превосходит, но лишний раз мессиркнуть с него не убудет. Простреливаются и нельзя. Нельзя. Сан-Поль решительно рубанул рукой. И не допустим. Где черти носят наших союзников? А к дьяволу передайте нашему дорогому мэтру артиллерии, пусть выкатывает пушки. Адольф, отправьте туда две-три роты, чтобы через полчаса выбили мерзавцев из деревни. Деколье, Деколье, ты вернулся? Что, наследник? Наследник изволил брониться, мессир, ответил Деколье, подъезжая. Велел напомнить, что план предусматривает оборонительное сражение. Ко всем чертям! Пусть выводит людей суда и обороняется здесь! Скачи в лонжумо и передай! Приказал он. Солнце поднялось до высоты, что соответствовало примерно восьми утра. Жара обещала быть адской. На небе ни единого облачка, и ничто не мешало яростным лучам плавить лазурь, а за одной доспехи вместе с их содержимым. Баталия осталась на месте, а в сторону Мон-Лери двинулись две роты. Вел их сам сеньор Ревенштайн, единственный из военачальников, прибывших по тревоге из лонжумо. Второй ротой командовал Жак Ревенштайн, под началом которого сражался и Филипп де Лален. Деревня Мон-Лери дворов в полста теснившихся по сторонам дороги, которая выступала по совместительству главной и единственной улицы. Над домами ужереяли французские знамена, а между ними мелькали ливреи. Поднаторевший в геральдике королевства Жерар мгновенно опознал вольных лучников Понса до ривьера. Синие платья с желтыми значками, точно они. И молодой человек закивал головой, что не очень-то удалось из-за шлема. Да, и Пави запоберег дороги, видишь, с золотыми лилиями и красно-белым столбом в центре. Филиппа не очень-то интересовала принадлежность вольных лучников, но надо было хоть что-то ответить. Он горячил коня без всякой надобности, так как двигались шагом, в стройной шренге, утопая по колено в пышных французских хлебах. И вот-вот придется скакать на эти самые щиты, а за ними вовсе не городское ополчение, которому совсем недавно задавали трепку. Испытанные и обученные солдаты. Словом, Филипп отчаянно трусил, хоть и не подавал виду, изображая бодрость, что, впрочем, удавалось плохо. Не раскисать, не раскисать, слышала сестрой жандарм. Для большинства это была вторая стычка, самая страшная, так как первый раз ты еще не знаешь, что тебя ждет, а второй знаешь. Сейчас всыплем, нечего бояться этих недомерков, пусть нас боятся. Между тем, с 300 с лишним бойцов вышли на дорогу против деревни. Пажи и слуги выстрелись позади с охапками копии с запасными мечами и щитами. С фланга забухали пушки. Но парни до ривьера не то, что неумелые парижане. С кулевринами шутить были не склонны. Они держались в глубине улицы, так что ядра брили крыши домов, но никак не могли нащупать сладкое мясо. Вот загорелся сарай, пока слабо, но дай только волю, огонь перекинется на сухую солому и пойдет гулять по деревне. Кому его теперь тушить? Жители разбежались еще с вечера. Вперед вышли стрелки, в обе стороны засвистала оперенная смерть. Пожар разгорался. При полном штиле дым полз по земле, совершенно поглотив половину деревни. Наконец предварительные ласки утомили имперского рыцаря и в дымном воздухе качнулось знамя с золотой решеткой поверх красно-белого щита. Спешится, всем спешится, поплыл, полетел над строем приказ. Равенштайн был слишком опытен, чтобы лезть в тесноту верхами, что разумно. Филипп отрепетовал команду и полез с коня, сбросив узду, которую тут же подхватил Паш. Он пристроил щит на левое плечо, а в руках уже порхал длинный меч. «Строимся!» крикнул он, взмахнув клинком. «Строимся и вперед!» Ему предстояло войти в это дымное марево, в этот жирный жаркий воздух, вонявший гарью, где его ждали французы, и бог знает, сколько их там. Знамя качнулось еще раз, и трубы пропели атаку. Две вереницы латников мерно шагали к деревне. Впереди Люксембург, позади Равенштайн. Жандармов прикрывали щитоносцы с ростовыми павюзами, а лучники через головы раз за разом слали свои гостиницы на дымные улицы, и было не разобрать, находит ли стрела и арбалетные болты хоть кого-то. Из деревни неслись ответные выстрелы. Тяжкая сила стяганула по саладу Филиппа, будто молотком ударили. Арбалет пронеслось в голове. Хорошо, что два плетня по бокам, за ним добротные белые мазанки в речной оплетке, и болтается на заборе одинокий горшок. Этот горшок отчего-то запомнился Филиппу какой-то своей несуразностью. В самом деле, что делает эта посуда на войне? Движение в дыму. Навстречу шла шеренга синих щитов, за которыми виднели шлемы, секиры и вужи, похожие на огромные тесаки на древках. Стрелы с той стороны стали падать почти отвесно. Французы повторили маневр бургундцев, отведя лучников в тыл. Шаг, еще шаг, под сапогаемый скрипел песок, а в легкие врывался едкий вонючий воздух, колыхавшийся пустынными миражами при полном безветрии. Шаг, 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 сквозь сталь и под шлемник врывалось бряцание доспехов и глухое дыхание товарищей, распалившихся перед схваткой, которые, вот она, можно рукой потрогать. А там злые глаза, острая сталь и оскаленные рты. Там тоже ждут драки, боятся ее и надеются выжить, а как же. Филипп шел во второй шеренге, позади щитоносца, который поймал на павюзу уже семь или восемь стрел. Слева громыхал латами уго, а справа Жерар, который, кажется, с каждым шагом приговаривал ну, 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 а может, померещилось. Возле плетней возникла заминка. Весь строй по ширине улицы никак не помещался, а лезть вперед фланговые вовсе не хотели, но пришлось. Куда деваться? Били слепые стрелы. Делален почти прижался к спине щитоносца, так что в глаза постоянно лезли его полусогнутые ноги в алх чулках. Две шеренги замерли на долгие мгновения друг перед другом. И началось. Она отчаянная драка. Справа один вуш из-за французских повес врубился в строй бургунцев, потом секира, а потом уже и не разобрать, потому что с обеих сторон взлетало и падало сотни клинков и древок, перемешавшихся в жуткую кашу. Перестук и перезвон оружия сплелся в единый звуковой монолит, сильно напоминавший грохот океанского прибоя. А скоро его разбавили крики, когда на землю пролилась первая кровь. Филипп рубил вместе со всеми и долгие секунды схватки стали для него родом обыденности, так как не было в мире более ничего, кроме валившегося из-под небесья железа, которое надо было парировать и долбить изо всех сил в ответ. Не самое приятное занятие, но бывает живут и в худших условиях. К черту щиты! рявкнул Уго, когда драка перед ним слегка утихла, то есть на них падал не десяток секир разом, а только две-три. Он оттолкнул причем по визьерой и бросился вперед, вздымая меч в смертоносной квинте. Из-за французского щита немедленно показалось жало фальшиона уязвившего террасу, на что германец не обратил внимания, а в меч пришелся тяжкий удар в ужа. Клинок мгновенно ожил, сбив вражеское оружие в сторону и обрушился поверх щита страшным боковым ударом. Жандармы по всему фронту выскочили из-под павес и навалились на неприятеля. Филипп отстал от учителя на полшага, отчаянно завопил «Бургундия!» Меч врубился в кромку павеса, рыцарь прыгнул вперед и добавил сапогом и еще раз мечом, а сзади уже бежали, перли, давили его ребята, все как на подбор добрые жандармы и кутелье. «Кали! Кали!» орал кто-то рядом, наверное, это надрывался Жерар, уж больно «Голос похож». Но Филипп не был уверен, да и до того ли было. Лучники оказались крепкими парнями, не дрогнули. Но в ближнем бою их легкие доспехи заметно уступали кавалерийским латам. Упал один с разрубленным лицом, второй, что метил в ужин в вырзроский пах, но промахнулся, отчего потерял голову, третий валяется на земле и визжит, руки почему-то у живота, и прогнулась пехота, подалась назад под мечами до секирами. Филипп видел, как за строем врагов побежал один стрелок, а потом и второй. Это не англичане, которые будут режаться до последнего человека, хоть в доспехах они, хоть голые. Стрелки поняли, что строй ломается, и давай бог ноги. Понял и Делален безошибочным своим чутьем, что выпистрел на турнирах, что враг уже проиграл, что стоит, пока и бьется, но дух уже поломан, и вот она, победа. Все тоньше и реже шеренги французов. Он принял древко секиры в наплечник, дай черт с ним, пронзая незащищенное горло. На меч плеснуло первой кровью, а в уши хрипом под ноги свалилось тело. Делален рванул вперед, перепрыгивая через него, благословляя себя за предусмотрительность. Знал, не напялил поножи. Лучник с мечом и кулачным щитом, кольчуга из под изодранной ливреи уколол в лицо и надал этой железной тарелкой на кулаке, но Филипп лишь отклонился. Расслабляющий удар гардой под дых и клинком по шее. Рядом осел еще один француз, хватаясь за лицо и кровище фонтанами из-под ладоней. Это кто-то расторопный метнул шестопер и попал как надо. А вот и капитан с фазаньем плюмажем орет, надрывается, стоять, мол, вали бургунца. На барбюте шарф, на груди бригандина, в латных руках сверкает меч. Он ударил Филиппа, метя в шею. Клинки схлестнулись острие против гарды. Хреновый расклад, французик. Делален поднял оружие, отжимая чужой клинок и нанес укол в лицо, как делал его брат. Не очень благородно, но пользы море и крови. Убил навряд, но капитан свалился, а пехота, видя, что такое дело с командиром, дрогнула. За мной! Взревел рыцарь и завращал перед собой меч, выискивая очередную жертву, каковой поблизости не сыскалась. Перед ним была дыра ни одного человека, и он прыгнул вперед, зная, что в пробитую шеренгу сейчас ломанет клин бургунцев, заходя в тыл врагу, и Андреевский крест наконец побьет лилии. Но где-то там, в дыму, тренькнула арбалетная тетива, и тяжелый болт, завив в полете жирный воздух спиралью, грянул в грудь. На что, согласитесь, не всякая кераса рассчитана. Не говоря уж о Бригандине, пусть ковал ее не миланский искусник, а сам Гефест. Филипп замер, пока не чувствуя боли, лишь чудовищные силы удара, заставившие содрогнуться все тело. Из нагрудника торчала толстая деревяшка с веселеньким кожаным оперением в красно-белую полоску. Очень его удивила эта полоска. Именно она. И тут затылок взорвался от второго удара. Мир вздрогнул, закружился, а земля вдруг бросилась прямо в лицо. И пала тьма. Французов из Мон-Лери вышибли. Людовик де Сан-Поль рассматривал бой под рукавицу, нервически покусывая ус. Очень мешал проклятый дым. Зато королевская армия не двигалась. Пехота учинила по всему ее фронту невнятное копошение. При здравом уме нетрудно было предположить, что лучники вбивают в землю колья. А еще, наконец, проснулся мессир наследник. Атлан-Джумо, а одна за другой прибывали бургундские роты. Из дыма показался одинокий всадник. Он подскакал к графу, и в его закопченном рваном табаре он узнал золотую решетку клевского герцогства. Всадник сорвал с головы барбют, хрипло крича. Деревня наша, лучники бегут. Похвально, сказал сын Поль. Потери? Ерунда, человек всем убитых из дюжину раненых, вот только Филипп де Лолен погиб. Ответил гонец и радостно осклабился, радуясь непонятно чему, то ли малым потерям, то ли Шамбелановой смерти. Лолен, что за несчастная семья? Жаль, но поднял брови, а потом опустил их в нормальное положение. В самом деле, о чем долго печалиться? Есть такая профессия, за герцога погибать, самая, что ни на есть рыцарская. Гонец ускакал в направлении Большого Бургундского знамени, обрадовать Карла, а заодно опечалить потерей Шамбелана двора. От Мон-Лери показались четыре орудийные упряжки, а потом потянулись ходячие раненые. Процессия прошествовала пред графскими очами. Позади нее на шести скрещенных копьях не слетела в распашной ливреи в белый ромб на красной парче. Рядом ехали двое конных. А, вот и Делален. Граф поклонился, отдавая последнюю дань павшему. Но позвольте, какой же он павший? Филипп отмахнулся рукой, слегка приподняв голову. Жив я, жив, только ребра болят и в голове туман. Ну, вот и славно. Для молодого рыцаря на этом битва при Мон-Лери закончилась. А по войску пошел гулять вполне достоверный слух, что брат великого Жака Делалена отправился вслед родственнику, то есть помер. Говорят, что нескупое насильное чувство граф в шарале даже всплакнул. В лагере с Филиппа сняли бригандину. Оказалось, что болт пробил пластины, но наконечник завяз в дублете, не отведав рыцарского тела и на мизинец. Лекарь констатировал трещину в ребрах, огромный синяк и, вроде бы, сотрясение мозга, отчего молодой сеньор изволил блевать. Молодой сеньор, кстати, изволил почти до вечера, хотя, казалось бы, было уже нечем. А что, битва? Битва прошла своим чередом к вящей славе и так далее. До полудня обменивались залпами из пушек, а также стрелами и пулями из всего ассортимента. Это называется беспокоящий обстрел. В полдень на левом фланге, где встала сенполева баталия французы, дрогнули. Точнее, кому-то так показалось. Люксембуржец даже приказа то есть только его и успел, когда конница бросилась вперед без всякого порядка, развалив по дороге строй собственных лучников, которые едва успели войти во вкус. Королевский фланг, конечно, и не думал дрожать. Опытные ребята из ордонансовых рот, закованные в сталь, прошедшие огонь, воду и всякие трубы, задали плохо вооруженным а обученным и того, уже бургундцам, отменную трепку, а прокинули и погнали пополю, коля в спины и рубя почем зря. Гнали ровно до Вагенбурга, куда Сан-Поль успел спрятаться и своих людей увезти. В этом интересном месте картина поменялась. Жандармов встретили выстрелами из пушек арбалетов, а когда те полезли на телеги, изрядно настучали по каскам и тоже чем попало, от благородных мечей до совсем неблагородных свинцовых молотов и банальных оглобель. Оглоблей по Маковке, если лезешь на высокий тележный борт и нечем защититься, это больно, даже когда Маковка под шлемом. Там погиб Пьер де Брезе, знаменитый рыцарь, нормандский синишаль и ветеран недавних войн с англичанами, а по совместительству казнократ и взяточник. Он брал взятки широко, не стесняясь, ото всех до кого дотягивался, включая и вражескую бургундскую казну. Это он сказал перед боем королю Людовику, когда тот поинтересовался, не заключал ли любезный Пьер тайного договора с Лигой, что Лига останется с договором, а я с вами, ваше величество. Ну и что же? Жил сей сеньор по-всякому, а умер геройски. Если бы каждый взяточник имел мужество так окончить карьеру, пусть бы хапали, не жалко. Пока де Брезе вел свою последнюю атаку, на левом фланге не выдержал граф Шаролек, который, не слушая увещеваний опытного ветерана де Конте, бросился на врага, вновь потоптав лучников. Традиция такая, что ли? Бургундская гвардия и отборные рыцари опрокинули крыло королевского войска и стали его преследовать, что едва не стоило жизни самому наследнику. Смелый Карл в окружении одной лишь охраны слишком оторвался от своих, а французы, увидев это, поворотили назад. Укол в горло, нанесенный рукой Жефруа де Грассе, выворотил из пазов крепление графского подбородника, который отлетел наземь. Спасли гвардейцы. Потом какой-то пехотинец умудрился ткнуть наследника пикой в живот. Спасла Керасса. В центре корпус Антуана Бургундского был отражен, отступил, а когда королевский же центр перешел в контратаку, его приняли залпами из пушек и градом стрел, после чего обратили в бегство. Под королем была убита лошадь, и сам он также едва не погиб навсегда, утратив вкус к личному участию в драках. А что делали в это время французские жандармы на левом фланге? А вот что. Оставшись без командования, они увлеченно грабили обоз, неприкрытый Вагенбургом, совершенно наплевав на судьбу сражения, а заодно милой Франции. Итак, на левом фланге убедительная победа команды короля, окончившаяся ничем, в центре ничья, на правом фланге победа бургундцев, вот и пойди разберись, за кем сражение. К вечеру на вытоптанном поле образовался устойчивый хаос, когда вряд ли кто смог бы уверенно сказать, где находятся мятежники, а где слонялись банды пехоты. Кто-то кого-то резал, слышалась орудийная канонада. Тут же стояли стеночкой лучники, загораживая от солнца и сжаренных жандарм, что отдыхали между схватками прямо на земле. В одном месте вязали трубача, не признав за расшитый золотом ливрей и обычного простолюдина, а в другом прикололи знатного вельможу, сулившего за свою жизнь десятки тысяч ливров. Неслась в атаку конница, но не сокрушительным валом, как положено, а так хорошо, если человек по 30. Словом, тьма египетская. Часам к семи бой утих сам по себе. Потери были страшные, войны вымотались, а небывалая жара заставляла валиться с ног даже самых стойких. Карл, вернувшийся в расположение, заменил подбородник и стал собирать войска, готовый драться хоть до ночи, но не потребовалось. На его разочарованных глазах король увел армию. То есть победа. На поле остались лежать две тысячи бургундцев и столько же французов, погибших в бессмысленной братоубийственной бойне ради славы и амбиции высоких господ. Тот факт, что господа ввалились в кровь и грязь рядом, наравне с простолюдинами, слабое утешение для родственников. Сколько народу перемололо эта проклятая, никому не нужная война. На Францию неуклонно падала ночь. Карл пил вино в собственном шатре, принимал доклады и жаловал милостью. Он выгнал всех из-под парчевого полога, начиная с пажей, которые чистили его доспехи. Скрип песка по стали, шорох ветоши скрижетали по графским нервам, так что он быстро вспылил и остался один, насколько вообще можно уединиться посреди огромного воинского лагеря за преградой тонкой ткани. Теперь доспехи валялись на ковре, словно разъятый труп, иззубренный в кровавых брызгах, что образовывали в перемешку с грязью настоящий панцирь. На каркасной балке горел фонарь, бросавший блики сквозь ледяное стекло, а на походном столике ему вторила свеча, и воск стекал медовой струей на лиможской ямале. было, что там у виной, усталость или схлынувший страх первого в жизни настоящего сражения. Наследник Бургундии заливал боль вином, в руках кубок, на столе кувшин и стеклянная бутыль под столом, уже пустая. В шатер суднулся гвардеец. Ваша милость, по вашему распоряжению Шембилан двора, впустить, прервал доклад краф, и когда вошел Филипп, сказал, садись вот там, ответил тот, осторожно опускаясь на стул подле Карла. Я тебя потревожил по двум причинам. Хотел удостовериться, что ты жив, а то мне все уши прожужжали, как молодого Делалена, угомонили из арбалета, закололи лебардой, разорвали пусочным ядром и затоптали слонами. Во-вторых, не могу видеть рожи моих дорогих союзников. Люди же достойные, сильно вымотались. Не бросишь меня одного наедине со сворой просителей. Впрочем, если ты еще не... Как можно? Готов служить вам. Филиппо пытался вскочить, но граф поднял руку. Сиди, сиди. А вот и свора. В шатре появился с докладом мэтр артиллерии, обрадовавший трофеями из всех семи французских пушек. Потом один за другим два жандармских кондуктора, сообщивших об одручающем количестве дезертиров, заметно опередивших в численности честной труппы. Восковой казначей просил выплатить жалование английским наемникам и так далее. В сторону Филиппа косились, но видели лишь темный силуэт и ноги в ботфортах, которые выхватывал из мрака свет свечи. Вот так! Твое здоровье! Карл угостился вином. Причастишься? А ну и славно. Как тебе показалась война? Филипп промочил губы в сладком анжу, гадая, что будет с его головой после доброго глотка. Ценный опыт мессир, ведь я на войне считаю, что первый раз. Я тоже, я тоже потерял девственность лишь сегодня, дорогой Далален. Не очень похож на турнир, да? Технически вроде бы все тоже, но ощущения непередаваемые. Пушки опять же и арбалетчики здорово раздражают, ответил Филипп и опустил глаза на льняной бинт, стягивавший его торс. Граф перехватил взгляд, рассмеялся и потер забинтованное горло. Проклятие точно подмечено, раздражают. Никуда не дерться от неприятного факта, что здесь собрались убивать, а, Филипп? Именно так, мессир. А еще гложет мысль, что мессир герцог, ваш папа, здорово разозлится, узнав о походе, сражении вообще. У него ведь с королем мир. К черту мир! Наследник хватил кубком по столу, но закашлялся, расплескал вино и заговорил тише. Филипп, батюшка не разозлится, он будет в ярости, он уже в ярости, мол, не досюда пока не достают, но достанут, будь уверен. Но мы победили, с юга подпирает бурбон, с севера герцог берийский, у Волуа нет выхода, придется ему договариваться, и на этот раз со мной, а я далеко не мой батюшка, выпьем. Он наполнил бокалы и тут же одолел не менее половины своего. Герцог одрехлел, он больше не трахает шлюх, не пьет вина и не убивает оленей. В древности вожди бросались на меч, лишь бы не дожить до такой старости, нынче времена попроще. Я еще молод, я люблю женщин, люблю кровь, что почти одно и то же, отец скоро умрет, герцог достанется мне, я не желаю прятаться за тень славы покойника. Слишком много вокруг желающих впиться в глотку. Кровь, Филипп, вот что дает жизнь, а значит и власть. Ты уже взял свою первую кровь? Еще под Парижем, мессир, когда муштурбовали предместие. И как? Понравилось? Убивать? Переспросил Далален. Проклятье, нет, дергать себя за хрен, конечно убивать. Не могу знать, мессир, Филипп, пожалуй, плечами искривился, растревоженные ребра покарали за неосторожное движение. В бою не обращаешь внимания на такие мелочи, как чувства, некогда, вы понимаете. Граф кивнул, мол, как не понять. Я даже не могу сказать, запомнил ли я моего первого. Первое тело на своем клинке, закончил за него Карл, а снова кивнул. А я запомнил. Мне было девятнадцать лет. На дороге из Ипра в Гент, ты представляешь, мой добрый Филипп, на нас напали разбойники, мерзавцы в самом центре страны. Нас было пятеро, два молодых шалопая и трое лучников двора. Мы задали им трепку, ну и я отличился, проткнул одному шею. Когда разбойники сбежали, а мы вернулись на дорогу, там лежал этот, не спросил имени, клинок прошел как-то криво. Парень совсем еще мальчишка никак не мог умереть, задыхался, бил ногами, хрипел, а перед тем, как истечь кровью, обгадился. Наложил с выплеском такая я доложу тебе вонь. Мы стояли, нюхали этот смрад, а я все никак не мог его добить, хотя хотел, да и надо было, и не добил. До сих пор помню кровь из горла и дерьмо из чулок, и даже наши бравые лучники не смогли, не добили. Ты можешь себе представить, герцогские гвардейцы тоже видели смерть первый раз. Слишком долгий мир, Филипп, люди отвыкли убивать слишком долгий мир. Наследник прикончил вино и вновь налил. Рука его дрожала, и красный сок черно-багровый в полумраке выплескивался на столешницу, на роскошный бархатный упилянт, пятная горностаевой подвой темными потеками. «Так это наверное хорошо?» «Хорошо, когда долгий мир», сказал Филипп и сделал вид, что пьет. «Хорошо», согласился граф, «если не приходится идти после этого на войну. Вот сегодня, например, я имел все шансы сдохнуть, как тот разбойник, задыхаясь в собственной крови с полными штанами дерьма. Все потому, что наши люди слишком рассеялись, едва не прошляпили собственного предводителя. Нас осталось три десятка, французы бросались со всех сторон, как бешеные псы, раз за разом, снова и снова, почуяли добычу. Я сломал два копья, потерял клевет в чьем-то шлеме, рука занемела так, что не чувствовала меча. Знаменосец Дуаньи погиб первым, упал раненый Жак Каде, Кен Жеп подхватил знамя и погиб, и если бы не старый ветеран Гийом, если бы братец Антуан не поспел так вовремя, нет, нет, не спасли бы никакие доспехи. Ты понимаешь, что мы сегодня почти проиграли? Хорошо, что кузен Луи такой труса не пожелал драться до конца. Бог миловал. За время мира бургундская доблесть превратилась в болото. Это же сброд, не войско. Разбежались пополю, как куропатки, и видеть вроде бы некого, хотели, так как лучше. И вновь потянулись доклады, прошения и прочие вопросы, требовавшие неотложного внимания. В длинной веренице оказался бравый усач, которого граф немедленно узнал. Опять вы? Сказал недовольно. Что опять неладно в графстве Шеме? Все тоже ваша светлость. Сен-Клер, начал было кавалерист, ах, я не светлость, я пока еще сиятельство, светлость, это мой батюшка, который жив, здоров, хвала Богородице. Что опять не так с вашим Сен-Клером? Позвольте доказаться, чума? Никаких вестей? Точно так. Гонец с вашим письмом ускакал и не вернулся. Вы изволили приказать приво известить вас, если дело не прояснится. С ума сойти. Ну что ж, слово есть слово. Мы победили, значит, разберемся теперь с вашими бедами. Граф оглянулся на бледного, как смерть Делалена. Филипп, езжай в Брюгге, отвези письмо отцу, скажи, что подлый Вулуа на нас напал, а мы совершенно ни при чем, а то старик совсем расстроится. Но мы победили с Божьей помощью. Потом возьмешь полсотни из дворцовой охраны и разберись с этим проклятым городишком. Заодно отдохнешь и подлечишься. Вояка из тебя сейчас, как из меня жонглер. Господи, какой же ты страшный, а? Краши в гроб кладут. В общем, поручаю, доверяю и надеюсь. Очень надо разобраться, ведь Уаза это граница с шампанью. Не снюхались ли ребята с королем? Сделаешь? С удовольствием, мессир, ответил Делален и ранним утром отбыл из войска так, а не рассеяв слух о собственной кончине.